Бронза, в общем, вполне реальна и сегодня, а может быть даже и за серебро побороться. Конечно, о золоте сложно мечтать, когда так бежит Наукадайра вчера. Она, конечно, уничтожила всех своим бегом. Ну а начинаем мы с выступления Ион Дальдоси и Рио Ямады. Японка вчера в группе «Б» бежала. Ну а сегодня в группе «Б» лучший результат показала Мартин Рипс, рот 39-72. Ну не знаю, посмотрим, насколько это будет ориентиром для группы сильнейших. Рекорд катка, если что, 37-36 в исполнении Ли Санхва. Ну, судя по тому бегу, который вчера демонстрировала Наукадайра, в общем-то, может быть, она сегодня и попробует добраться. Ну а пока Ион Дальдоси и Рио Ямады. Дальдоси выигрывает разбег и, в общем, старается так энергично, но, в общем-то, ее старания, они больше все-таки уходят в пар, не в скорость. И при этом Ямады достаточно много проигрывает. 39-20. Ну, можно, в общем-то, с удовольствием сравнивать результаты. Вчера 39-50 было у Дальдоси. Так что на 3 десятых быстрее пробежала итальянка. Чему бы и нет. Хороший результат. Ну, а в следующей паре садики Денилинг и Мин Джо Ким. Ну, Денилинг явно вчера осталась недовольна своим бегом. Но Мин Джо Ким, 18-летняя кореянка, ну, вы видите ее лучший результат в карьере, 39-17. Ну, а вчера 39-63. Пробежала она на 0,08, опередив Рио-Ямаду. Вот это соперничество, можно сказать, продолжится и сегодня с японкой. Я думаю, что пока так. Так, что касается Санники Денилинг, то она вчера была 19-39-99 и очень недовольна осталась своим бегом. Голландцам там давала интервью, что совершенно как-то не чувствовала. Ну, и сейчас, вы видите, разбег не очень хороший. Голландцы, правда, не всегда блистают разбегом. Им чаще все-таки удается круг-кодом. Ну, вот Мин Джо Ким поборолась. Правда, на последних метрах напрямую сдалась. Но, тем не менее, вот достойный результат. Ну, и Денилинг на 0,6 быстрее, чем накануне. Сегодня немножечко повеселее, побольше зрителей на берлинском стадионе. Еще раз повторимся, это самый старый каток, крытый каток в истории. На буквально два дня раньше Тиалпа состоялось его официальное открытие. Ну, а вот теперь еще любопытно будет увидеть победительницу вчерашней группы А. Нан Сун, юная китаянка, и Джанин Смит. Ну, Джанин Смит вчера 500 метров не бежала. Но здесь еще не забудем, что на этом этапе Кубка Мира идет отбор на спринтерские и многоборные чемпионаты мира. Ну, и по Кубку Мира, по положению в Кубке Мира, отберут на чемпионат мира на отдельных дистанциях составы. Так что очень важный этап, и есть персонажи, которые позволили себе сюда не приезжать, такие как Свен Крамер. Джанин Смит чуть-чуть впереди, но к молодым, юным китайцам мы относимся, конечно, сейчас очень внимательно. Прежде всего потому, что теперь у китайцев есть высокогорный каток Урумчи, который даже выше, нежели каток в Солт-Лейк-Сити расположен. И оттуда могут прийти хорошие результаты китайцам. Может быть, не сразу, но вот к ребятам 16, 17, 18 лет стоит приглядываться. Нансун, правда, бежит как-то немножечко не собрано, что ли. Высоковатая посадка, и... Хотя, в общем, нельзя сказать, что здорово попадало в отталкивание. 39.68, ну и 39.07 у Джанин Смит. Вчера у Нансун было на 39.30. Ну, здесь, может быть, волнение. Дебютировала она в группе сильнейших. Впервые в своей карьере бежала, поэтому все логично, что волнение, может быть, и не позволило ей сегодня показать должный результат. Ну, и Джанин Смит пока возглавляет. Ну, понятно, что с результатом 39.07 вряд ли на многое можно претендовать. Анис Дас. Вчера была 16.39.39. Ну и Юдит Данауэр, Юдит Хессе. Ну, личный рекорд, понятно, очень высокий. Вчера 39.33, то есть 2 секунды, проиграв личному рекорду, пробежала Юдит Данауэр. Ну, посмотрим, что сегодня покажет. Вчера, конечно, блеснула Юдит разбегом. 10.5. Ну, быстрее только в последней паре в Японке. Макитсу Джинау Кадайра. Разбегались. Так что это коронка Юдит. Она никуда не исчезла. 10.53. Как и накануне практически, там сотые разница. Две с лишним десятых только на одном разбеге выиграла у Анис Дас. Ну, вот как раз Анис Дас как раз этого разбега и не хватает всю карьеру. Юдит Хессе из малого поворота выходит хорошо, чуть-чуть впереди. И Дас пытается ее достать на финише, но, видимо, не успеет уже. Да, выигрывает Юдит Данауэр и выигрывает не только парень, но и у Джанин Смит. 39.10 у Анис Дас. Ну, обе прилично очень улучшились. Ну, вчера Данауэр была на 6 сотых быстрее. Сегодня получилось на 7 сотых быстрее. То есть, вот это соотношение. Но, учитывая то, что 22 сотых Юдит выиграла у соперницы на разбеге, ходом 15 сотых проиграла. Сейчас, в общем, конечно, уже круг ходом приобретает порой даже на 5 сотки большее значение. Ну, вот Ангелина Голикова, вчерашняя наша одна из героинь. Личный рекорд она вчера установила. 38.64. На 1.10 она улучшила свое прежнее достижение. Ну, и Боу Ван дер Верф. Вчера мы ее, опять же, среди стартующих не видели. Но за счет прежних этапов Кубка мира имеет возможность она стартовать. Для Голиковой очень важен этот этап, потому что, в общем, практически за счет средств Москомспорта начинала она этот сезон, выезды ее. Но вот здесь на этот этап получилось попасть уже в состав сборной. И надо, в общем, закрепляться. Девушка, которая была на Олимпийских играх в Сочи, там свои личные рекорды устанавливала. И 21 место она сейчас занимает. И, в общем, может еще попасть число участников чемпионата мира на отдельных дистанциях. Ангелина надо... сейчас хорошо поработала в спину. Голландки малым поворотом явно уходят в отрыв. Ну, и теперь какой результат она покажет. Может быть, и сегодня получится у Ангелины Голиковой личный рекорд показ. Бег очень-очень неплохой. И 38-68. Нет, на 400-е хуже личного рекорда. Но, тем не менее, посмотрите, и круг ходом она выиграла у Боу Ван дер Верф сколько. Да, может быть, чуть-чуть. Вот чуть-чуть на разбеге, чуть-чуть взрыва. Но все равно, если маленькие-маленькие тут помарочки есть на разбеге, ну, при входе в поворот, может быть, они как раз не позволили улучшиться снова Голиковой. Но, тем не менее, посмотрите, по сравнению с опытными соперницами, сразу какой отрыв Голикова выходит в лидеры. Ну, понятно, что это всего только пять из десяти пар позади. Тем не менее, еще чуть-чуть, и место в десятке, как и вчера, Ангелине гарантированно будет. Хегебок и Надежда Асеева выходят на старт. Ну, что касается Надежды, она вчера была 11-й, и 14-й, проиграв Голиковой 38-78. И 38-84 накануне пробежала здесь Хегебока. Ну, у Хеги немножечко послабее разбег. Ей больше удается круг ходом. Ой, как долго держал. Но здесь, я думаю, что вина вот в этом фальстарте, вина стартера, он очень долго держал, и уже, да, дают фальстарт норвежке. Ну, она, да, вот видите, чуть-чуть плечами коньки-то были, стояли ровно, а вот плечами она чуть-чуть дернулась, и причем дернулась уже практически попав в выстрел стартового пистолета. Голиковой 38-78. на дистанцию, и Асеевой тоже, в общем, надо тянуться за своей партнершей по команде. Выиграл основу разбег Асеева, и есть возможность также в спину поработать. Это хорошее подспорье, даже чуть-чуть поймать аэродинамического мешочка. Буквально один-два шага расслабления, и перед входом в малый поворот это тоже может дать хорошую прибавку. Ну, и понятно, что Асеева тоже выигрывает в этой паре, а результат 38-56. Ну, что ж, Надя молодец, и если мне память не изменяет, это ее лучший результат в сезоне. Ну, и, по крайней мере, ответила она Ангелине. И вот мне кажется, что как раз понятно, что есть безоговорочный лидер сборной, Ольга Фаткулина. Остальным девушкам очень сложно было, а, дотянуться до нее, б, найти конкуренцию внутри команды, скажем так. Но, учитывая то, что на следующий сезон сборной вполне себе может появиться Дарья Качанова, которая в Калальбо неделю назад установила новый национальный юниорский рекорд, пробежала 38-37. Да, там повыше каток, но открытый, и, в общем, ну, 38-37, это очень-очень солидно. И, в общем, у нас может сложиться очень неплохая команда и для командного спринта, и вообще девушки могут тоже такую серьезную конкуренцию создать. Ну, это будет в следующем сезоне, пока же, Ванесса Херцег и Флор Ван дер Брандт. Эти девушки вчера, ну, Херцег девятое место заняла 38-60, Флор Ван дер Брандт 38-96. Ну, и вот теперь интересно, конечно, как они смогут посоперничать с теми временами, которые показали Асеева и Голикова. Флор Ван дер Брандт очень неплохо разогналась, тоже 10-5, как едет Данауэр, но как-то тяжело складывается бег, она прямо с цепи в зубы выходит из малого поворота. Здесь еще, как бы, и Херцег старается, но проигрывают, проигрывают нашим девушкам. Так что и Асеева, и Голикова точно в десятке сильнейших. Ну, а может быть, даже и в шестерку заглянут. Уже даже в восьмерке они гарантировали себе места. Очень-очень хорошие выступления, и учитывая то, что это еще и отбор на чемпионат мира. Да, Надя вчера, кстати, отметим, что выиграла на дистанции тысячу метров группу «Б». И, в общем, у нее тоже неплохая сумма спринтерского многоборья складывается. Так что может все быть очень-очень удачно. Ну, а теперь Хизер Бергсма, и вот она на ваших экранах. Пока десятая в Кубке мира, накануне шестая была. Ну, у Хизер в этом сезоне явно не хватает взрыва резкости на дистанции 500 метров. Что касается Каролины Ирбановой, то она накануне, вот она сейчас на 12-м месте, но учитывая то, что пропустила первые два этапа Кубка мира азиатских, дебютировала в этом сезоне на Кубке мира только в Истане, вчера заняла второе место, и за счет этого очень такой серьезный скачок в Кубке мира совершила, и явно не собирается на этом останавливаться. Ну, а что Хизер? Явно засиделась Хизер сейчас на старте, и проиграла в скорости реакции Ирбановой. Проигрывает еще больше и по скорости разгона. 27 сотых выигрывает Ирбанова только на разбеге. Ну, и Райан Шимон-Букура вернулся к работе в спринтерской сборной США, и сейчас подсказывал Хизер. Ну, а Каролин победительница спринтерского чемпионата Европы. Но посмотрите, здесь Хизер нагоняет ее ходом, и как ударила по ногам сейчас Ирбанова, и как с каким трудом она закончила эту дистанцию. Ну, что сказать, пробежала медленнее, чем вчера на 16 соток. Что касается Хизера, она практически во вчерашнее время пробежала. Тут нам показывают повтор Ванессы Херцег. А что там такого было? Ну, это или ошибка режиссера в трансляции. Но, в любом случае, сейчас наших девушек с первых позиций Асеева и Голикова подвинули. Ирбанова и Бергс мы их опередили. Правда, в общем, надо сказать, что ненамного. И вот четверка сильнейших. Теперь у нас Ольга Фаткулина. Бродзовый призер вчерашнего этапа на старте дистанции. Хотя, в общем, надо сказать, что вот в отличие от Асеевой и от Голиковой, Ольга сейчас лучшего своего бега, по крайней мере, вчера, не демонстрировала. Тяжеловато немножко. Ну, вот посмотрим, как с Ириной Камией она сейчас поспорит. Камия вчера была четвертой. Четыре сотых проиграла она Фаткулиной. 38-36 у Ольги. 38-40 у Камии. Редди. Благ милостив стартер, потому что чуть-чуть двигался, полз конек у Ольги. Отпустил стартер 10.88. В общем, не очень хороший разбег. Накануне было 10.72 у Ольги. И это, в общем, наверное, тоже показать не лучшие ее формы. Но, тем не менее, Ольга бьется, Ольга старается. Напомню, на чемпионате Европы в спринтерском на Габуре она выиграла обе пятисотки. Но там не было азиатских спортсменов. Здесь пока Ольга, вы видите, проигрывает Ирине Камии. Удастся что-то сделать на последних метрах? Нет, не удается проигрывать достаточно много. Фаткулина 38-78. Фаткулина сегодня проигрывает и Осеевой, и Голиковой. Вот это сюрприз. Ну, а что касается Японки, то Камия пока четвертая. Она пробежала медленнее, нежели... Осеева. Ну, и японки, безусловно, лидеры нынешнего сезона, Маки Цуджи и Нао Кадайра. Ну, вот великолепная серия побед Нао Кадайра. Она продолжится или нет? Вот, наверное, главный вопрос. Ну, а Маки Цуджи... Для нее важно бороться за победу... Здесь прежде всего еще для того, чтобы обойти Юдзи. В споре за второе место. Ну, понятно, что обойдет, потому что 7 очков всего проигрывает. И волнительная ситуация для Осеевой. 10.43, 10.44. Опять японки разгоняются. И это, конечно, может снова привести к великолепному результату. Цуджи чуть-чуть остает. Кадайра блестяще проходит дистанцию. И весь вопрос только в результате. 37.57. Нет, до рекорда катка не дотянулось. Но это снова фантастический абсолютно результат. Просто невероятная скорость показывает сейчас. Но у Кадайра еще одна ее победа. И, в общем, можно, наверное, уже в Кубке мира... Ну, сейчас надо посчитать на финале. Полуторные очки присваиваются. Но, в общем, по большому счету, если еще математически может Кадайра проиграть Кубок мира, то это скорее теория. На практике все будет иначе. Ну, что ж, мы ждем окончательных результатов. Кадайра Ирбанова-Бергсма и Надежда Осинова.